Пока все веселились на вечеринке по случаю восьмидесятилетия Генри, все резко изменилось, когда внезапно налетел орел и схватил его внука. Когда все узнали причину, в день, который навсегда изменил жизнь Генри, началось столпотворение. Маленький городок, в котором он жил, был полон энтузиазма. Генри был самым старым человеком в округе, и все любили его и души в нем не чаяли за то, каким добрым, мудрым и щедрым он был. На его лице всегда была улыбка, и он мог сказать добрые слова даже незнакомцам, с которыми только познакомился в тот день. Он отмечал свое восьмидесятилетие, и на мероприятии было много гостей. Людей было так много, что его большой дом не смог вместить всех, и гости высыпали на улице. Однако никто не жаловался, потому что почти все соседи тоже были на вечеринке. Вместе с ним вечеринку устраивал его единственный сын Диксон. Он жил за городом со своей женой Элой, но они приехали, чтобы помочь ему с организацией вечеринки, поскольку он не мог справиться с этим в одиночку. Молодая пара пришла со своим младенцем Джуниором, которому было всего несколько месяцев, но он уже был всеобщим любимцем из-за того, что люди ворковали всякий раз, когда видели его. Джуниор был таким красивым малышом, что всем, кто его видел, хотелось просто взять его на руки. Более того, он редко плакал, что он и делал во время вечеринки. Он вел себя наилучшим образом. Диксон и Элла положили его в кроватку, немного в стороне от всех и прижали спиной к стене, чтобы люди могли свободно ходить, не натыкаясь на кроватку. Тем не менее, это было идеальное место, где все могли его хорошо видеть. Так что, если бы что-то случилось, а родители не видели бы его, другие гости сразу бы это заметили и вмешались. Это было идеальное место для малыша Джуниора. Однако все должно было измениться так, как никто из них не мог ожидать. Пока они веселились и танцевали под музыку, над их головами раздался громкий виск. Он был таким громким, что они все услышали его сквозь звуки музыки. Все в унисон повернули головы, и у них отвисла челюсть от удивления, когда они увидели, как прямо на них спикировал Орел. Раздались крики, люди разбегались в стороны, стулья переворачивались, и возник небольшой хаос, когда люди пытались убежать. Один человек даже налетел на стол, уставленный напитками и едой. Однако Орел не стал нападать ни на кого из них, он просто пронесся сквозь толпу и направился прямиком к кроватке Джуниора. Элла увидела это и закричала от ужаса, когда поднос, который она держала, выскользнул у нее из рук и с громким стуком упал на пол. Затем она побежала к кроватке, пытаясь добраться туда раньше Орла. Однако птица оказалась слишком быстрой. Он спикировал вниз и, даже не приземлившись, вцепился когтями в одеяло, в которое был завернут Джуниор. С новым криком и хлопаньем крыльев, Орел взмыл обратно в небо и взлетел как раз в тот момент, когда Элла добралась туда, зовя своего ребенка. Все были в панике. Прямо у них на глазах Орел похитил ребенка, и никто из них не смог ничего сделать, чтобы остановить это. Как и все остальные, Генри застыл у двери, не сводя глаз с того места, где Орел подобрал младшего. Он был потрясен до глубины души тем, что такое могло случиться. Он очень хорошо знал эту птицу. Это был Феникс. Он всегда считал, что знает об Орле все, и теперь был вынужден признать тот факт, что, возможно, он все это время ошибался. Генри мысленно вернулся к тому моменту, когда он нашел Орла. Тогда это была всего лишь маленькая птичка. Она была очень молода, ранена и голодала. Она была настолько молода, что оставлять ее одну было рискованно, а травма только усугубила ее состояние. Он знал, что не может оставить птицу совсем одну. Он был на прогулке в лесу, когда нашел маленькую птичку среди опавших листьев и сломанных веток. Он сжалился над птицей и решил вернуть ее к жизни. Сделать это было нелегко. Он отвез птицу к ветеринару и ей назначили лечение. Он также купил все необходимое, чтобы обеспечить птицу надлежащим питанием, и со временем птица восстановила свои силы, а затем и способность летать. Когда он убедился, что орел может справиться сам, он выпустил его на волю. Однако птица просто так не улетала, она всегда возвращалась. Не имело значения, как долго она улетала, она всегда возвращалась к Генри, и именно тогда он решил дать ей имя. Он назвал ее Феникс. Шли годы, и их связь только крепла, а Феникс становился все больше и больше, превращаясь в грозного орла. Они стали неразлучны, и Феникс стал проводить больше времени с Генрием. Это принесло свои плоды, потому что он позаботился обо всех грызунах в доме. В результате ему больше не нужно было беспокоиться о хранении продуктов в доме. Когда Генри отправлялся на прогулку, Феникс отправлялся с ним. Не имело значения, гуляли ли они по улицам или по лесу, птица всегда летала над головой, высматривая местность для старика. В других случаях она просто сидела у него на плече, пока Генри разговаривал с ним. Все это время, проведенное вместе, сблизило их, все могли видеть, насколько Генри был близок с птицей, и он никогда никому не позволял говорить ничего плохого о Фениксе. Многие люди смеялись над ним и называли его сумасшедшим за то, что он подружился с хищной птицей, которую он не дрессировал и постоянно отправлял в дикую природу. Его отчитывали за то, что он доверился такому существу, но он не позволил ни одному из их едких слов остановить его. Он знал, что люди только ищут способы отнять у него Феникса, и он не собирался этого допускать. Он заверил их, что Феникс – хорошая птица и никогда не будет вести себя неподобающим образом. Генри и Феникс были так близки, что, когда Диксон и Элла родили Джуниора, он сфотографировал новорожденного и показал птице. Он рассказал Орлу, как он очень гордится Эллой за то, что она принесла в этот мир столько радости и хотел бы подарить ей весь мир за то, что она сделала его гордым дедушкой. Вскоре после рождения Джуниора Генри исполнилось 80 лет, и он решил устроить по этому случаю большую вечеринку. За несколько дней до мероприятия об этом только и говорили в городе, и все хотели быть там, потому что знали, что отлично проведут время. Кроме того, все любили Генри, поэтому было легко понять, почему все так радовались этому дню рождения. К сожалению, все пошло совсем не так, как планировалось, все было испорчено, потому что Феникс выбрал неподходящее время, чтобы повести себя совершенно не в своем духе и, что еще хуже, решил похитить ребенка. И вот, пока все они в ужасе наблюдали, большая птица взмыла выше в небо и полетела прочь от усадьбы Генри. Никто не мог оторвать глаз от этого зрелища, так как все были в ужасе от того, что могло случиться с Джуниором. Генри остался на своем месте, как вкопанный, глядя на птицу. Он не мог понять, что происходит, он начал задаваться вопросом, были ли люди правы с самого начала и не неправильно, ли он все это время понимал Феникса, потому что был ослеплен своим добрым сердцем и не разглядел опасности, которую представлял Орел. Вспомнив, как он показывал фотографии Джуниора Фениксу, Генри чуть не расплакался. Он был в ответе за это, если птица каким-либо образом навредила его внуку, это была его вина. Крик Эллы вырвал его из раздумий, когда он увидел ее с Диксоном, обоих в панике. Феникс все еще был в воздухе вместе с Джуниором, и в этот момент Диксон и его жена решили, что не могут просто стоять и ничего не предпринимать, они должны спасти своего сына всеми необходимыми средствами. Затем они пустились в погоню пешком, преследуя Орла, хотя тот продолжал улетать вместе с их сыном. Генри застыл на месте, несмотря на все, что происходило прямо у него на глазах, он все еще не мог смириться с тем фактом, что Феникс способен причинить вред младшим. Что-то должно было быть не так, что-то, чего не хватало Генри и остальным. Наконец он отошел от двери, у которой стоял, и направился к кроватке. Он порылся в простынях, но не нашел ничего, что привлекло бы его внимание. Он огляделся вокруг, гадая, что именно могло заставить Феникса так себя вести. В этот момент Генри немного отодвинул кроватку в сторону и услышал громкое шипение. Прямо под кроваткой была змея, которая была прижата к стене, создавая для нее идеальное укрытие. Ее хвост был свернут, но шея была достаточно длинной, чтобы дотянуться до самой кроватки, а голова могла просунуться сквозь прутья и достать Джуниора. С громко бьющимся в груди сердцем, отшатнувшись назад, Генри понял, что Феникс не нападал на Джуниора, он спас их. Все присутствующие на вечеринке никогда бы не увидели змею из-за того, как она была расположена, но Феникс видел рептилию с высоты птичьего полета. И, не раздумывая ни секунды, он спас жизнь Джуниору. Генри сразу же поднял тревогу и привлек всеобщее внимание к змее. Началось столпотворение, когда гости бросились в рассыпную, пытаясь убежать. Несколько мгновений все были в замешательстве, поскольку все были сосредоточены на том, чтобы оказаться как можно дальше от змеи. Но затем, через некоторое время, некоторые из них перестали убегать и начали искать оружие, потому что змея, поняв, что ее заметили, теперь выходила на открытое место и выглядела агрессивно. Генри отшатнулся, когда рептилия медленно заскользила к нему, ее раздвоенный язык то появлялся, то исчезал из пасти, приближаясь к старику. Тем временем Элла и Диксон бежали изо всех сил, пытаясь догнать Феникса. Птица была слишком далеко, и они знали, что долго так не продержатся. У них не было времени вернуться к своей машине, поэтому им ничего не оставалось, как продолжать погоню. Однако Феникс улетел не очень далеко, он просто пролетел несколько домов в стороне от дома Генри, а затем вернулся и осторожно опустил Джуниора на крыльцо дома. Затем, издав еще один пронзительный крик, он развернулся и снова взмыл воздух, пролетев мимо обезумевших родителей и направившись прямиком к дому. На этот раз Диксон и его жена заметили, что птица летит гораздо быстрее, чем когда он нес Джуниора, и при этом он описывал головокружительные траектории. Так высоко, как только мог, а затем спикировал вниз к фасаду дома Генри, где старик все еще пятился от змеи. Ни у кого из гостей не нашлось подходящего оружия, а остальные были в ужасе, наблюдая, как змея подбирается к беспомощному старику. Внезапно Феникс издал громкий виск и с силой врезался в рептилию, навалившись на нее всем своим весом, так что они вдвоем покатились по полу и ударились о стул, опрокинув его набок. Змея зашипела от злости, попятилась назад и попыталась укусить птицу, но орел отскочил в сторону и яростно заклевал змею. Борьба двух существ была напряженной. Внезапно Феникс обхватил тело змеи когтями и, крепко держа, поднялся в воздух. Орел взмыл высоко в небо, достигая облаков, где змее не хватало кислорода. Затем птица отпустила рептилию, позволив ей упасть с этой высоты на землю. Феникс повторил это два раза, пока змея в конце концов не испустила дух. Затем орел посмотрел на гостей, затем на Генри и с почти извиняющимся видом взял змею и в последний раз улетел в небо и больше не возвращался. Когда все закончилось, Элла и Диксон вернулись с Джуниором, который был на удивление спокоен. Он сильно плакал, когда Феникс доставлял его в безопасное место, но как только он увидел своих родителей, он понял, что все в порядке и сразу перестал плакать. Того, что произошло, было достаточно, чтобы прервать вечеринку, но Генри не хотел этого слышать. История, которая могла обернуться худшим образом, шокировала всех, а затем изменилась к лучшему, и это было то, что стоило отпраздновать. Поэтому он попросил диджея продолжать играть музыку, а гостей продолжать веселиться и быть благодарными за жизнь его внука. Все были счастливы и впечатлены событиями этого дня. Те, кто раньше плохо отзывался о Фениксе, были безмерно смущены, потому что всегда высмеивали Генри за то, что он решил подружиться с хищной птицей. Они думали, что орел был слишком диким, чтобы дружить с ним, и что он стал бы нападать на людей. Однако Феникс доказал, что они ошибались. Орел спас ребенка. Было очевидно, что без Феникса история закончилась бы совсем по-другому. Однако никто из присутствующих не был счастливее Генри. Остаток вечера он гордо улыбался. Он благословлял тот день, когда наткнулся на Феникса в лесу. Он благословлял тот момент, когда решил проявить сострадание к птице и вернуть ее к жизни. Он знал, что то, что он сделал много лет назад, в конечном итоге стало спасением для Джуниора, и это было то, что он не собирался так легко забывать. Он не видел орла до тех пор, пока не прошло три дня после того, как вечеринка закончилась, и Элла, и Диксон вернулись домой с Джуниором. Орел уселся на крыльцо и громко закричал, призывая его выйти. Когда он это сделал, то крепко обнял птицу, позволив ей окутать себя своими большими крыльями. Именно тогда он почувствовал, как из его глаз потекли слезы, когда он осознал, от какой серьезной опасности Феникс спас не только Джуниора, но и его самого от потери внука в свой день рождения. Это было бы то, с чем он никогда не смог бы смириться, и он не мог представить себе такой жизни для себя. Он был должен Фениксу больше, чем мог когда-либо вернуть и за это пообещал всегда делать все возможное, чтобы поступать правильно по отношению к великому небесному созданию. и за это